Ну что ж, всем снова здравствуйте, дамы и господа, с вами Денокс, и мы продолжаем играть в Mounted Blade Warband Silverstack. И я сдержал обещание, и, как видите, наколдовал себе замок и город, и хочу показать вам, что же за нововведение в плане государства привнес нам мод Silverstack. Итак, для начала, что у меня здесь? А, ну, я их всех выпустил, как видите, они все идут за мной, это мои четыре новоявленных лорда, которым я раздался деревням. К сожалению, замок Тильбаунт я не могу им отдать, так же, как и город, но я это сейчас исправлю. Тут есть несколько лагов, о которых я хочу вас предупредить. Возможно, сейчас мы наткнемся на один из лагов. Как видите, они себе наколдовали довольно неплохих таких странных, неплохих и странных солдат. Как видите, я поставил разразненную культуру, не отдельную, и тут, видите, хиргидские войска, свадийские, вегирские, то есть довольно разнообразный такой контент у наших лордов. Давайте сейчас войдем в зал правителя, я вам покажу. Да, для начала, для начала. Ну, ладно, здесь объясню. Так, поднимаемся наверх, сейчас я вам покажу. Во-первых, Катрин. Катрин это наша, как бы это сказать, наша главная советничца. Вы видите, она дает нам совет, что, возможно, нужно увеличить право на власть, подружиться с какой-то страной, которая разделяет на убеждения, либо посылать солдат, посылать вот таких, как она, увеличивать право на власть. Ну, это вы знаете, по оригинальному варбанду. Но тут добавилось несколько обстоятельств, во-первых, я хочу сменить культуру. Можно сказать, что вот тут хочу так-то развиваться, так-то, так-то, а я сказал, я хочу развиваться, как вот развиваюсь, то есть хочу, чтобы были солдаты разные у моих лордов. Почему бы и нет? Вроде как лорда можно устанавливать, какие у них будут солдаты, но я пока не знаю, как. Также можно добавить, значит, стюарта, стюарта, типа вот ее, ну не типа нее, а стюарт, который будет торговать, и капитана стражи, который будет отвечать за солдата, и за наем солдат, за тренировку. И у него же, ну, сейчас я вам объясню. Вот, пока я разослал всех четырех своих подопечных на все четыре стороны, я не могу пока в город никого послать. Вот, но я могу отказаться от замка Тильбаунд. Вот, вот, бундук и низ пришли в мою пати. В настоящее время замок Тильбаунд не имеет хозяина. Как видите, всех распустил. Я не хочу стать правителем этого замка. Я хочу, чтобы... О, не-не-не-не-не-не. Так. Нет, я не хочу лишаться дерьма. Я не хочу стать правителем замка Тильбаунд. Это все на текущий момент. О, 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 полегче игра. Сейчас я войду снова. Управление гарнизоном. Пойти в зал правителя. Правителя здесь нет, к сожалению. Тихо-тихо-тихо игра. Ты что, лагаешь-то? Спокойно. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Катрин. Так. Угу. Нет, я хочу подарить вот этот замок. Почему я не могу его подарить? Хорошо, я становлюсь правителем. Ладно. Угу. Дерем. Дерем. Ну, хорошо. Я не стану правителем дерьма. Да, вот все. Теперь я не правитель ни дерьма. Нифига себе. Вот. Вот о чем я говорил. Этот глюк. Видите, я отказался от всех замков. И попытался снова отказаться. Эта опция не исчезла. И вот зависла игра. Это первый глюк. Мода. Поскольку я его обозреваю, я должен знать. И вы должны тоже знать, что это вот такой глюк. Итак, следующее, о чем я хотел поговорить. О том, что есть еще. Вот капитан стражи. Капитан стражи, что он делает? Ему можно, опять же, обучить, повысить. Если он повысился в уровне, он повышается в уровне, выполняя свои обязанности. Либо дать ему почитать книгу какую-то, которая повышает его капитанские способности. Способности как советчика капитана. Также можно добавить фонд охот... Ну, TriasurCurrent. Это текущий фонд для охотников за сокровищами или наемников. Вот. Ну, чтобы выдавать награды за поимку преступников. Короче говоря, чтобы преступность в моем государстве не была высокой. Вот такие дела. То есть, награды даются за это дело, привлекают на свою сторону наемников, нанимают на эти деньги солдат и так далее. То, например, статус патруль. То есть, если у меня есть патруль вокруг замка, то он говорит, что патруль заметил таких-то, таких-то людей, таких-то, таких-то не заметил. Окей, все. Вот, мы расформировали патруль и заново задаем. 37 человек, хочу патруль. Нет, нет. Забудьте об этом. Стены должен кто-то охранять. Давайте без патруля обойдемся. Можно пожелать, чтобы он вернулся к вам в отряд. здесь можно остановить рекрутирование или продолжить его, остановить тренировку или продолжить, объяснить, какие эффекты оказывает тренировка, а также попробовать прокачать, попробовать прокачать, например, свадийского пехотинца, ну не в пехотинца, да, в пехотинца, в пехотинца, потом в сержанта, стражника и сержанта. Все, теперь путь для новобранца таков, что он туда-туда-то идет, для свадийского ополченца какой путь и так далее. Для всех можно свою раскачку указать, ну и будете раскачиваться, соответственно, наемники приходят новые, они будут раскачиваться в соответствии, как вы указали. Все, с этим пунктом покончено. Про патрули, про это, ну все, все. Так, теперь насчет второго. Это Кант, 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 который философ. Сделать с ней можно то же самое, но она рекомендует защитить замок, построив гарнизон. Также нанять людей, чтобы они стояли на стенах. Вот такие вот дела. Антена типа выдает рекомендации по перестражированию замка, регардинг. Ну ладно, значит, можно опять же, чтобы она присоединилась к нам, а можно, вот интересная опция, указать, что строить. В отличие от обычного варбанда, здесь можно строить сразу три. Сразу три. Причем вот появились новые постройки в городе и в замке. В замке Marketplace, Fire Brigade, Castle Ribery. В городе, сейчас я вам покажу, какие постройки появились. Ну, уходим отсюда. Давайте, ребята, в Дерим. Скачем, скачем, в Дерим. Побыстрее. Предлагает Динар, если отпущен. Ну, принять предложение. Окей. Итак, погодите, погодите. Не стоит драться. У меня нет таких денег. Атаковать противника. Дезертиры. Сосунки. Надо как-то разбавить, наверное, этот обзор. Давайте разбавим его битвой. Почему сосунки? Ну, потому что... Я не сосунок. Надеюсь, я не в сосу. Один против двенадцать. Нет, ну, конечно, не в сосу. Что ж... Ой. А что это они сбоку делают? Неожиданно было, что они сбоку. Ну. Зря вы, зря вы так. Зря вы на меня гоните. Да я могу только лошадью, блин. Одной лишь лошадью вас долбануть. Вот так вот, вот так вот. Ну, давайте. Кто убегает из вас? Ты убегаешь? Не, не ты не убегаешь. Кто, кто? Ну, ну, сколько людей осталось? Ноль. Эй. Питва выиграна. Ну, отлично, чего. Что за вещи? Вчередная фигня лежит. Давайте быстрее, ребята. Ну, чего же вы? Не мучите, не теритесь-то. 7,5 скоростяка. Окей. Вот отношения замок к Тель-Балку улучшили. Сейчас я покажу тут, собственно, политику саму. В осаде. Она не в осаде, я саду отразил. Какая осада? Так, посредник тут есть. Ужас. Да, мне сейчас не хватает наемных воинов. Хочу выкупить, выпить спутников. Не, не хочу никого пить. Извините. Управлять дверь заперта. Как заперта? Так, это сейчас отдаем в гарнизон уланских этих. Управлять городом. Управлять. Город Дерем процветает. Так. Вот только этого я не понял. Лорд Кастер. Извелуки. Блин. Ага. Что ж, вот с этим тоже глюки, как видите. Я не могу показать вам теперь, что тут именно строится. Потому что я отказался от города и принял этот город в свое владение снова. И после этого у меня исчезла опция управлять постройками в городе. Просто прекрасно. Как видите, это версия, кстати, этого мода до сих пор 0.14. Ну, здесь стоит 0.13. Но так как это довольно короткий будет обзорчик, точнее, продолжение обзора, оно очень будет коротким. Я вам сейчас покажу вот, во-первых, квесты. Квесты. Ну, это ладно, это фигня. Я поссорился со свадьей, поэтому... Есть тут персы, типа вот Ниса, да, которая просит выполнить ее квест. То есть квест персонажа, компаньон квест, как тут написано. Нам нужно в Тульбук, в деревню Тульбук поговорить... Поговорить. Значит, она отомстит. И часть первая квеста поговорить в Тульбуке с городским старостой. С Виллэдж-старостой, точнее. Где этот Тульбук? Давайте, 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 ну, 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 вот. Вы уж извините меня, я идти не буду, воспользуюсь вот этим Читом и в Тульбуке. Так, давайте добровольцев наймем. Нанять, конечно, нанять. И поговорим с деревенским старостой. О, сколько ошибок сразу. Ну, привет, привет. Ну. Может быть, вам помочь чем-то? Он говорит, бандиты. Жесть. Ну что ж, сюда, сюда, видимо, надо прийти с Нисой. Не проблема. Давайте телепартнёмся обратно сюда. И попробуем Нису эту забрать. Заберём её, и всё будет гуд. Так что, если вы играете в этот мод, дамы и господа, советую вам сначала захватить город, а потом захватывать замок. Потому что из-за глюка вы не сможете получить доступ к городу, вполне возможно. Я хочу, чтобы ты вернулась. Да, 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 возвращайся. Ниса вернулась к нам в пати, и мы идём в Тульбук. Мы идём в Тульбук. К городскому крестьянину. Итак, вот, теперь... Care to try me, peasant? И вот они говорят с крестьянином. Так, accept challenge. Так, журнал заданий обновлён. Теперь часть вторая Нисы. Часть вторая. Задание. Ниса. You have agreed to stand beside Ниса, the face of your accusers, in a contest of arms. Clear your name within your eyes, your king. А, то есть, надо победить, видимо... Accept the challenge. Победить, видимо, надо кого-то. Так, а по поводу этого... А по поводу этого что? Ничего по поводу этого, блин. Ладно. Ну, слава богу, что хотя бы приняли квест. Вот, надо победить, видимо, где-то. Ну, окей, давайте победим. А, за нами же следуют... Ай, эти парни. Ну, можно сказать им... Роспуск, типа... Ну, я хочу завершить копанию. Да, ваши силы больше не требуются. Мне нужно идти. Всё, идите нафиг. По приказу король Рагнер и лорд Лоргансен обвинили в предательстве и решили владение. По слухам, он был изгнал в королевство Денокси. О-хо-хо! А что так с Лоргансеном-то обошлись? Я, кстати говоря, насчёт королевства короля Рагнера... Стоп, Рагнера. Сейчас, сейчас, сейчас. К королевству нордов властился. То есть, я хотел с королём поболтать, чтобы мир с ним заключить, или даже союзничество против свадии. Потому что они со свадьей тоже воюют. Но, как видите, я случайно захватил ихнего короля ещё до того, как захватил вот этот замок. И он у меня был в плену долгое время. И ещё куча лордов из нордов... Лордов из нордов! Куча нордов из нордов была в плену. Вот, но я всех отпустил. Сейчас я хочу поговорить с Рагнером, который вдруг появился, материализовался в этом городе. Давно хотел с ним поговорить, но как-то не выдавалось. Минутка. Минутка не выдавалась. В нашей последней встрече вы сжались, надо мной отпустили. Вы очень добры. Ага. Хорошо. Тогда... Почему нельзя с тобой вот напрямую? В дипломатии же можно было... Ну ладно. Слушай, чувак. Ты хорошо ко мне относишься? Это хорошо. Но ладно. У тебя у монарха другие планы на твоих детей, да? А ничего, что я как бы тоже король? Нет. Я не король, да. Меня не признали просто. Вот. Ну надо подкачать право признания, как обычно. 105 человек. А в дереве? В дереве 49. Переместить ваш двор сюда? Да, я хочу сюда переехать. Ну почему-то не могу сюда переехать. Это не важно. Я не могу сюда. Да, давайте хиргидских новобранцев. Пусть они там качаются, как хотят. Управлять этим городом? Ну, наконец-то. Почему-то я не могу сюда переместить двор. Почему? Почему я не могу сюда перевестить двор? Я не знаю. Вот, опять же, очередной глюк. Не могу сюда двор переместить. Ну что, пришло время показать, собственно, Kingdom Report. Вот она красота. Красота. Это управление королевством. Тут можно сфокусироваться на завоевании или на торговой империи. При этом тут написаны, какие бонусы к отношениям лордов. Или потери отношений, или прибавление их отношения к тебе. Дальше то же самое со всеми остальными. То есть, тут написаны, какие эффекты. Я подобрал такие эффекты, чтобы бонусы отношения лордов и бонусы другие не были слишком низкими. Они всегда повышались, либо имели какой-то положительный эффект. Если лорд какой-то, например, upstading понижает отношения, другое, например, ползунок должен повышать отношения, чтобы они нейтрализовали друг друга. Также я все эти мандаты включил. Собственно говоря, вот с этими мандатами все будет окай. Этот мандат нужно включать, если вы хотите срочно повысить отношения со своими лордами. Этот мандат при этом нужно выключать, потому что он для народа. Этот мандат лучше включать, если началась война. Она, ну, в общем, уменьшает затраты на войну. Войны налог. Так, ну, остальное лучше перманентно включить, как я сделал. Тогда всегда будет идти все в плюс, и, в общем-то, доходы будут стабильно расти. Вот эти ползунки я оставил так. Ну, я свою страну так развиваю, на самом деле, но, как видите, видите, тут общая статистика. Сколько отношений я теряю отношения только с лордами, которые прямолинейные или добродушные. Вот они не очень любят меня, а остальные все любят. Это хорошо. У меня не так много лордов пока, чтобы с этим заморачиваться. Вот мои отношения. Пять лордов, даже один караван уже есть. Кто-то уже караваны посылает. Неплохо, да? К сожалению, подписать мирный договор пока не представляется возможным. Да и отдать кому-то замок или город тоже, видите, известность 625. Известность 400. Лорд Логерсон пришел ко мне, как вы можете заметить, и он с плохим характером, у него репутация. Этот солдат, этот хитрец, этот плут, это не знает жалости, разные репутации бывают. Соответственно, там и указано, какого характера лорд, с какими у меня будут низкие отношения. Ну, вот с солдатами у меня плохое отношение почему-то. Ну, а тем не менее. Так, Логерсон. У него минус 8, у меня с ним отношения плохие. Неизвестность D-77, конечно. И во врагах у него все. А почему всякий мусор идет ко мне? Ну, я, например, мне, например, обидно. Мне, например, обидно, что всякий мусор ко мне идет. Отношения с лордами. Почему у меня с ним отношения вообще какие-то странные, и я должен еще что-то делать? Недельная смета, кстати. С дерьма мне какая-то офигенная пошлина идет. Замка Тильбаут Пушлины не идет. Доходов 6 тысяч. 6 тысяч. Затраты на награды 500. Ну что, неплохо, неплохо. Я вам показал, думаю, все. Потому что, ну, как сами видите, еще очень много багов на стадии королевства. Тут даже в дипломатию проще будет играть, чем в это пока что. Пока что. Но потом этот мод станет просто цветком. Нет, не дьявола, просто цветком. Ну что ж, скоро построятся сразу три здания у меня. И можно будет строить еще три здания. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Денокс. Подписывайтесь, ставьте лайк. Кстати, комментируйте и ждите новые видео. Но я хотел еще сказать дополнение ко всему прочему. Почему, ребят, вы вот говорите, что вот меня там, ну, долго рассказываю, в меню там копошусь. Ну, во-первых, это мой стиль объяснения. И доказано, что не только даже мной, что он довольно-таки эффективен. То есть, я говорю о каких-то конкретных аспектах в разные моменты своего видео. Причем, первый раз говорю, второй раз об этом же могу сказать и третий раз. Почему? Потому что так лучше усваиваться материал. Даже не спорьте по этому поводу. И я вам точно могу сказать, так лучше усваиваться материал для людей, которые и любят слушать, и не любят слушать, и которым вообще по барабану. То есть, если вы смотрите видео, большая часть, конечно, смотрящих обязательно вникает, что там происходит на экране. Некоторые просто для фона слушают, может быть, и поэтому не вникает. Но даже так, даже так информация запоминается. Когда говоришь в разные части, если говоришь только один раз, можешь не запомнить. Большинство не запоминает, я вам точно говорю. Но если говорить в разных частях видео эту фразу, то вполне возможно, ты и запомнишь. Ну, конечно, многим это не нравится. А может быть и немногим. Я не знаю, конечно, потому что у меня практически ноль комментариев под видео. То есть, там комментариев 8 максимум. Это за счет того, что я отвечаю. Поэтому я не знаю, как вы к этому относитесь. Но раз люди высказывают хоть какое-то недовольство, то извините уж меня. Пожалуйста. У меня такой стиль объяснений. Он довольно действенный. Очень многие говорят мне спасибо, когда я объясняю игру какую-то. Да, они мне благодарят. Потому что все понятно с первого раза, с первого просмотра видео. И не знаю. Такой способ объяснения всех устраивает. Если не устраивает, то не пишите комментарии. Или не смотрите. Будет у меня и так ноль комментариев, что от вас-то изменится. Ну ладно. На этом все, пожалуй. С вами был Дон Окс. Всем пока. И удачи. Ждите выпуска только Hardcore.